Здарова! Вас приветствует Рёха Танк! Сегодня я прокачался хорошо по жизни. Вот. Но это не об этом. Мы сегодня хотели поговорить. А ну, а не множком. А не многом. Вот. Камера у нас теперь нормально, наверное, снимает. Загибись должна снимать. Хорошо. Значит, замечательно. Так, ну не будем подробностей вдаваться. Значит, что у нас я хотел вам... И то, и это значит у нас сегодня... А, я вам не показывал свои эти... Инвертари. Значит, получается прямая, кривая, две прямых, коротких, ну и шайбочки, чтобы не пизданулся вес. Вот. Вот это вы будете, наверное, смеяться. По 4 килограмма. Это жена себе брала. Вот. Маха в кадре. Это мой... Кот. Вот. Я вам расскажу историю. Интересная история. Давайте, наверное, про эту историю мы расскажем. Взяли, короче... Нихуя! У них глаза горят, блядь! Как у сатаны. Охуеть! Не сатанин... Ну, немного сатанинский такой кот, но охуенный кот. Хороший кот, да. Вот. Про него... Вот опять, смотрите. Охуеть! Я иногда боюсь даже этого. Вот. Значит... Нет, давайте я сейчас расскажу сначала про тренажеры, а потом про Маху. Вот. Да, это я все рассказал. Ну, 4 килограмма. О, Маха опять пошла. Ага. Вот. Значит, это брала себе жена. Я сейчас думаю, такие веса хуйня. Ну, в общем, это пойдет больше всего для добивки какой-нибудь. Мешцы, это самое... Мышцы, чтобы, блядь, аж хорошо масла трещали. Когда прокачался и добился, добился. Вот я вам скажу. Нихера вы не сделаете раз 50, наверное, 20. Или 30 ими, когда ты уже все, ты уже добил и все, у тебя... Ну, все, забил руки. Ну, хорошо, в общем, короче, не руки добивать, а добивая иногда... Иногда добиваю эти плечи. Плечи этими, как его... Изолирующими упражнениями. Вот опять Маха в эфире. Туалет не будем снимать. Вот. Ну, турник вам показывал. Тоже заебательский турник. Вот, хороший турник, да. Значит, вот опять Маха лезет. Маха, да ты прям не это самое... Как его называется? Прям тебе не терпится, чтобы я историю на тебя прописал. Написал. Ну, ладно, ладно. Вот. А значит, что я вам еще... А, во-во-во-во. Скамья, скамья. Скамья. Вот это вообще. Скамья просто... Лучше не найдешь. Это вещь. Вот кто качается, тот знает. Это охуенная вещь. Это скамья. Мне можно делать все. Ну, кроме, я не знаю... Сексом можно заниматься? Нет. Не пробу. Не опробу. Но за мной это скамья спортивная. Спортивная. Не будем пошлить скамьем. Вот. Он скажет, пришла, значит, скамья. Все заебись. Все хорошо. А тут хуяк. А ключи-то какие-то от велосипеда положили. Заместо кронштейна вот этого ебучего. Вот этого. Вот. Положили вот такой... Этот самый... Такую пластину алюминиевую. Ну, Алексей, давай, закручивай и разъеби себе шею к херам. Ну, я подумал, ни хера, ни хера. И захуярили мне на работе титановые пластины. Охуенно толщины танковой. Броня охуительная. Тоже материал хороший. Заебательский материал вообще хороший. Вот. А, вот. Обзор. Маха делает обзор. Обзор на стилы. Стилы. Вот. У меня, значит, стилы. Одни из Новомосковска я привез. Паутинки. Нет, ты мне подъебут. Паутинки, паутинки. Вот. Ну, паутинки охеренные, скажу. Польские тоже. Хороший, хороший самый материал. Охуеннейший прям. Лучше, мне кажется, не найдешь. Вот. Это летние. А это вариант. Такой прям дикий просто-напросто. Кандалы такие прям мощные, блядь. Пиздец, нахуй. Что туда, блядь, оковалки сшили. Как у демонов, блядь. Вот. А это тоже. Это тоже вещь хорошая. Это зимний вариант. Это срок бункера. Вот. Это срок бункера я заказал. Значит, произвезли с Москвы. Скажу вам. Материал охуетительный. Сейчас мы немножко рекламку сделаем про рок бункер. На самом деле, мне рок бункер московский очень понравился. Хоть я там ни хера и не был. Но все же, все же, хожу, ни хера у меня не мерзнет. Ни хера. И даже хера не мерзнет. А что ему будет мерзнуть нормально, тепло? Вот. Подштанники. И это самое, как оно называется. И зимние эти, как его, парки у меня есть. Все вмещается, все хорошо. Правда, когда застеглешь, под себя надо еще делать. Тут лямки надо тут захуячивать. Вот все, короче. Тут, короче, я на полдня туда заморачивался. Их это самое, шнуровал, херачил. Вот. Под свою ногу. Ну, ни хера удовольствие не прикольное. Ну, когда сделаешь, все охуенно. Надо же, получается, чтобы вот эта, допустим, полосочка была полосочка, а не так. Это сюда, то, то сюда. Еще шнуровочку правильно надо делать охуенную. Вот. Молния. Молния, конечно, херовая. Одна у меня отхерачилась. Отлетела нахуй. Вот. Отлетела. Ну, а так-то вроде ничего. Так все охуенно. Мне понравилось. Я из рок-бункера буду обращаться. Буду брать. Буду брать. Ну, а дальше, дальше. А дальше действовать будем мы. Та-да-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Я иногда бегаю, бегаю. Бегать не могу ни хера. Вот. По улице. Впадлу, как говорится. Симулятором бега занимаюсь. Потихонечку. Ну, то что у нас. А тут. Реликвия. Вы представляете? Этот флаг я нашел у себя в городе. Вот. В охуенном магазине. Ламсенске. Ну, кто закупается там, тот знает. Вот. Тут у нас он один в основном. Ну, я, как говорится, мечтал байкером быть. Ни хера. Я не стал. Денег у меня нету ни копья. Байкером мечтаю. Стать мечтаю я. Клуб. Без денег не берут. Вот. Ну, в общем, там, короче, я не помню. Текст, короче, мой про Харлей называется. Чоппер называется, да. Денег нету ни хуя. Байкером стать мечтаю. Я там вот. Ну, вот так вот такая, короче. Ну, прикольный текст, да. И вообще мне вот эти вещи очень нравятся. Я бы себе Харлейб взял бы, бляй. Хуярил бы на нем, ебать и урод. Ну, вот. Не у всех это все сбывается. Нужны деньги, нужно время. Ну, а как говорится, вот тут мой заслуженный серфитикат. Кто там? Не покажу. Наверное, мой. Да, мой. Подпись. Вот, да, да, да. Он самый малярка. Вот это тоже я взял у себя в хороде. Тоже охуенно. Ну, а это вообще заебись. Это просто то, что надо. То, что должно быть у, как говорится, адового или же какого-то там просто охуеть какого рок-музыканта. У меня даже слова нету. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Дальше что? Дальше. Дальше, дальше у нас пойдет, наверное, илить. Да, друзья мои, эта штука охеренная. Я вам покажу начинку. Да, да, да. Вот так вот ее просто можно посмотреть. И охуеть. Я его с Орла вез и хуй с какого-то магазина с Москвы или с Америки. Не знаю, короче, откуда-то мне его везли. Везли неделю. Я доволен, кстати, тоже могу поощрить. Магазин Мусторг в Орле. Охуенный магазин. Пользуйтесь. Очень хорошие там продавцы. Вот. Все, короче, замечательно. Я очень доволен. Это драйвовые вещи. Это на самом деле то, что должно быть у рок-музыканта дома. Ну, а что, что? Бля, не знаю. Ну, это, как говорится, для души. Это для души. Это знает по-любому и романы, и половину, кто не знает, знает, что у меня стоит кусок золота на столе, который стоит хер знает сколько денег. Не скажу, сколько денег. Скажу, то, что вез я эту вещь, просто-напросто хуй знает откуда. Вот. А тут Маха. Вот. Маха отдыхает. Вот. Расскажу вам историю, значит, про Маху. Взяли мы с женой кошечку. Кошку. Маленькую кошку. И что, значит, получается? Взяли мы ее и думали, что это на самом деле кошка. Все. И говорили, вот и девка наша там та-да-та-та. Вот. Думали, кошка-кошка. Прошел год. День рождения кошки. Все. Подарки. Все как положено. Маха, слушаешь? Вот. Значит, получается. Первоначально мы покупаем домик. Как положено. Заселяем ее. Все хорошо. Все. Игрушек у нее. У ребенка столько нет игрушек, как у Махи. И получается, что Маха-то оказывается с яйцами. Да-да, друзья мои. Именно так. С яйцами. Еще какими. Вот. Ну, а я-то. Когда мы взяли, я думаю, что это долбоебший смотреть. Бляшу не там пизда или яйца. Зачем мне это надо? Кошка-да-кошка, думаю, а? Оказывается, нихуя. Узнали, что, короче, это кот. Мах, рассказали твою историю. Дикую. Спалили твоих контор. Ничего, ничего. Зато кот, я вам скажу, охуенный кот. Маха, ты хороший кот. Вот. Ну, я ей скажу, до сих пор ее Маха зову. Вот. До сих пор ее зову Маха. Блядь, фонарь в глаза светит. Надо было отключить. Ну, ладно, похуй. До сих пор зову. Зову Маха. И это самое. Блядь, где он? А, о, отключил. И, в общем, это самая привычка. Она, она, она и все. И пиздец. Маха, маха. Маха. И, в общем, получается, она осталась, как бы, и девкой, и мужиком. Ну, кот хороший. Кот я доволен очень. Кот очень хороший. На самом деле. То, что вот надо и дикому рокеру, на самом деле, вот, это просто необходимо. Кошка, кот, это просто, когда хороший, хороший животный с тобой живет, это очень охуенно. Я думал, что нет, а на самом деле так. Вот. Ну, и что я вам еще хочу сказать, друзья. Ну, занимайтесь прокачкой. Вот. 5 февраля будет трэш. Там будет дико охуенная группа. Адовый мужик. Там я буду с своей шапки, с гвоздями танцевать, поддерживать эту группу. Вот. Слушайте рок. Не болейте. И прокачивайтесь по жизни. Да. Да.